Проблема бродячих животных всегда была актуальной в Бендерах. В этом году ситуация резко ухудшилась. По информации коммунальщиков, отстрел бродячих собак в нашем городе приостановлен, поэтому угроза укусов растет. Собаки размножаются, собираются в стаи и наводят страх на горожан. За 11 месяцев 2015 года у нас зарегистрировано 316 случаев обращений граждан нашего города по поводу укусов животными. И что в 1,3 раза больше, чем за тот же аналогичный период прошлого года. Треть всех укушенных – это дети. 99 случаев за 11 месяцев или 31,3%. Более половины обратившихся пострадали от нападения бродячих животных. Известны случаи, когда на улице Кишиневской одна и та же бездомная собака покусала более 10 человек. Проблема с каждым днем приобретает все больший масштаб. С начала года после укуса в собак за помощью к врачу-робиологу уже обратились 190 человек. Специалист отмечает, нападение животных приводит к последствиям различной степени тяжести. Раны бывают различные локализации. Это в зависимости, за какие места укусило животное. Бывают за нижние конечности, чаще голени, чаще бывает по задней поверхности. Также за кисти рук, если больной ласкает животное. Или за лицо, когда он в более тесном контакте. Были у нас случаи, когда повреждаются не только мягкие ткани, но и костные ткани. Чаще бывают переломы костей кисти, предплечья. Ситуация обостряется еще и тем, что бездомные животные, зараженные бешенством, при укусе способны передать опасный вирус человеку. Для людей это заболевание смертельно. Поэтому после укуса собаки необходимо немедленно обращаться в больницу, где обычно назначают курс профилактических прививок. Сделать его нужно не позднее, чем за две недели с момента укуса. Если собака здоровая, то мы тогда прививки не назначаем, а лечим как обычную укушенную инфицированную рану. А если собака неизвестная, мы тут не знаем, больная нам бешенством или нет, поэтому мы обязаны делать профилактические прививки. Так как бешенство – это инфекционное заболевание, опасное для человека. И мы его можем предотвратить, но когда человек заболевает, лечить мы не можем. Это нет еще в мире человека, который выздоровел от заболевания бешенства. Случаи, когда люди страдают от укусов домашних животных, также нередки. Поэтому специалисты напоминают не забывать о мерах предосторожности при общении с питомцем. Также необходимо раз в год проводить вакцинацию. С начала этого года ветеринарная служба города привила от бешенства уже более тысячи животных. Мы все прекрасно знаем, как говорят, что легче заболевание предупредить, чем его лечить. Но лечить, как лечить. Лечения здесь в бешенстве нет. Поэтому надо животных прививать и лучше с ними не связываться. Особенно надо воспитывать детей, в том плане, что дети всегда хотят погладить щенка или собачку, или маленького щенка подругать, а там мамашка выбегает и обязательно покусает. То есть меры предосторожности с животными надо соблюдать. Если укуса животного избежать не удалось, нужно сразу промыть рану с мылом, а края обработать спиртом. Это убьет 80% вируса. Затем следует незамедлительно обратиться к врачу.